Борец за сохранение родного языка, автор методики обучения северному многоборью, первый из студентов Ненецкого округа, поехавший в Казахстан осваивать целину, солист ансамбля «Хаяр» – активный общественный деятель. Все это про копия в Тысый, которому сегодня исполнилось бы 85. К юбилею талантливого земляка в Наринмаре и всех муниципалитетах округа пройдут более 80 мероприятий, в том числе в родном для писателя Нельмином Носе. Сегодня в Наринмаре готовится первая персональная выставка Прокопия и Автысова, которая откроется в конце года. Его дочь Лариса Талеева рассказала об экспонатах, которые смогут увидеть посетители выставки. И именно директор Ненецкой школы-интерната Венера Венерович Торков, когда-то, еще в далекие 50-е годы, именно он сказал ему, что Прокопии тебе нужно учиться, ехать дальше. Как считает дочь Прокопия и Автысова, творческий и жизненный путь поэта и прозаика начинается здесь, в стенах Ненецкой школы имени Антона Пырерки. Здесь он получил среднее образование, сюда же вернулся после учебы в Ленинграде, чтобы посвятить педагогике 27 лет. Именно здесь Прокопий Автысый разработал программу по северному многоборью, которой пользуются педагоги всего севера. Но все же большую признательность Прокопию Андреевичу принесла литература. Очень-очень такая красивая фотография. Как раз альбом был сделан по окончанию института в 60-м году. Это та самая фотография, которая никогда не публиковалась. После смерти Прокопия и Автысова в 2005 году из семейного архива она перешла в государственный. Сегодня фонды Краеведческого музея хранят более 200 личных вещей писателя. Один из ценных экспонатов – печатная машинка. Именно на ней поэт набирал знаменитые строчки стихотворений «Воинам Оленбатальона», «Военные нарты», «Поэмы», «Красный чум», «Иван Вучейский» и другие произведения. У него не было своего кабинета, а он работал обычно где-нибудь, либо мы его видели на кухне, либо в комнате. Так как не было стола, он ставил это на такую шатающуюся табуретку и начинал стучать этими молоточками. И мы уже с утра слышали, что папа стучит. А когда засыпали, мы еще слышали, что он все еще стучит. Интересная история и концертной рубахи. Прокопий Андреевич был солистом первого состава ненецкого молодежного ансамбля «Хаяр». Костюмов для выступлений еще не было, поэтому танцор изготовил его сам. С помощью трафаретов нарисовал ненецкие узоры и пришил к рубахе. Рисовать он любил и с успехом иллюстрировал свои произведения. И он, кстати, первый, который начал изображать вообще духов и богов ненецкого народа, потому что никто, в принципе, до него этого не делал. Держа в руке исписанную телефонную книжку, можно судить о круге его знакомств. Писатель дружил с коллегами из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга и других городов большой страны. В нашем доме никогда практически дверь не закрывалась. Все всегда шли к нам, у нас чай пили, разговаривали, потому что раньше, наверное, негде было собираться. И поэтому всегда говорили, давай, Прокопий Андреевич, мы пойдем к тебе. И папа никогда не отказывал. Сегодня экспонаты готовят к персональной выставке знаменитого земляка. Она откроется в конце 2017 года, объявленного в Краевеческом музее годом 85-летия Прокопия Автысова. Валентина Чебичик, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».